Где у вас малина? Вот она, пожалуйста. Ой, я и не знала, что коты такие умные бывают. Я думала, они только на деревьях кричать умеют. Подумаешь, еще и вышивать могу, и на машинке тоже. Всем привет! Наш сегодняшний обзор это автогенераторы для вихревой медицины. Стоит сказать, что обзор генераторов я откладывал на более позднее время. Но последний месяц меня стали очень часто дергать по этому поводу. Поэтому я решил сделать неочередной выпуск. Хотя собирался подготовить вторую часть по статическому электричеству. Сегодня проведу обзор варианта на микросхеме TDA7056A. Именно того, что я применяю для себя. Эта схема отработанная и проверенная временем уже более двух лет. Так скажем, это сильно облегченная версия, которая применялась с Валентином Дандорфом в его меандронах Кутушова. Вот именно вот такая плата. Он мне давал ее для испытаний. Именно такая плата применялась у него в меандронах. Но недостаток как для повторения. То, что здесь СМД. Для любительских дел это неудобно. И полностью схема такая не нужна. Я ее, конечно, упростил до самого минимума. Но тем не менее, будет предложен еще более простой вариант. Я вам, ну, очень подробно расскажу, как эта схема функционирует. Какие нужны на нее запчасти. И распишу каждую деталь. А в следующем выпуске, буквально через пару дней, подробно расскажу, как на этой универсальной плате оптимально разместить все детали. И покажу, как настраивать. Конечно, дам все проверенные координаты. Где можно заказать по хорошим ценам микросхемы, платы и другую мелочь. И у меня в планах, но уже несколько позже, после других выпусков, будут обзоры по сравнительным возможностям других альтернативных схем. Также усиленные и, возможно, если будет время закончить с экспериментами, то и свой вариант. Вот то, что это уже готовая фактически плата. Вот, может, посмотреть, как на универсальной плате можно нормально все спаять. Довольно чисто. И вот буквально одна перемычка. Вот это с радиатором. Это вот еще без радиатора. Точно такой же вариант. Это еще совсем не готовая. И собирается все вот на таких универсальных платах. Правда, это четверть. На самом деле, плата 4 кусочка. То есть, она завязывается на 4 части. Целая плата. Я вам покажу, где их взять. И как купить. Мне тоже нравится, что она стелка тестолита, не гетинакс. И дорожки здесь вот по 5. 5, 3, 5. Они соединены вместе. И получается, что если правильно все разложить, то получается как нормальная плата. А теперь перейдем на экран монитора. И разложим принципиальную схему на мелкие составляющие. Так, вот мы перешли на экран. Значит, сама схема прямо начерчена в асплане. В проге. Можете ее обозреть. Это полноценная схема, которая проверена, испытана и оптимизирована. Значит, начнем с самой микросхемы, в первую очередь. Значит, это TD-7056, естественно. А с буквы, именно обязательно А. Ни в коем случае не берите Б или без буквы. Иначе работать не будет. Сама микросхема состоит из 9 ножек. Первые и 9 они не нужны. Пустые. Вторая ножка используется под питание. Третья, это вход. Который у нас чисто используется, как обратная связь. Для самовозбуждения по переменному току. Четвертая и седьмая. Это у нас земля и общие. Но так как нам все равно, мы его не используем как усилитель. Поэтому здесь две земли соединяются. Пятая ножка. Это регулировка громкости. Если это был бы усилитель. В данном случае у нас он просто зашунтирован резистором. Можно вообще ничего не вешать. Но желательно все-таки повесить хоть какой-то резистор на плюс питания. И если здесь будет ноль на этой ножке, то соответственно звука никакого не будет. Если это усилитель или генератор. То есть генерации никакой не будет. Соответственно на пятой ноге мы при желании можем внешне использовать как внешнюю модуляцию. Но это уже на будущее. Я вам потом уже расскажу. Какие частоты нужны. Как модулировать и так далее. Но пока мы его просто используем вот как здесь. Дальше шестая и восьмая нога. Это выходы усилителя симметричные. Это симметричный усилитель. Именно если как он используется усилитель. То сюда вешается динамик. Восемь или в шестнадцать ом. Это уже по даташиту. Там можно смотреть. Но мы здесь его используем только один выход. То есть как несимметричный. Шестое. В Дэновском варианте Дэн использует два выхода симметричных. В нашем случае только один. Поэтому надо обязательно 12 вольт. А у Дэна это все меньше. В напряжениях работает. Восьмая нога, которая симметричного выхода. Она используется для обратной связи. Но это обратная связь не АРУ и не ПЧГ. Это организована схема. Этот модуль. Для стабилизации режима работы. Сама микросхема, как я уже сказал, должна быть обязательно 7056А. И очень желательно вот этой страны и вот этого производителя. Если это все совпадает, это отлично. В крайнем случае есть еще китайские аналоги. Но они похуже будут. А вот савдеповские, типа отечественные, я вообще не рекомендую использовать. Так как схема работает не в своем собственном режиме. То есть это же усилитель НЧ по идее. А мы его используем как генератор. Причем на частоте 300 кГц. Который, в общем-то, для него не предназначен. Тем не менее, именно уникальность этой микросхемы состоит в том, что она свободно может работать хоть до 500 кГц. Это даже по даташиту. Но я его даже разгонял до мегагерца-полутора. То есть вот такую схему подобную я когда экспериментировал с самыми разными вариантами, то догонял до мегагерца-полутора. Правда, я очень вам не советую на таких частотах что-либо запускать. Это чревато. Вот, с микросхемой разобрались. Теперь по самой схеме. В первую очередь берем питание. Здесь у нас должно быть 12 вольт. Можно и больше, но смысла никакого нет. Главное, чтобы на саму микросхему поступало 12 вольт. Меньше, значит, вы потеряете в возможностях мощности. Больше уже эффекта никакого не даст. Только будет потеря по потреблению. То есть лишний нагрев мегасхемы. Здесь мы ставим желательно вот такой фильтр. Значит, я вам показал. На плате там было кольцо и витая пара, накрученная на это кольцо. Там 10-20 витков. Кольца можно брать ферритовые от 10 до 20 миллиметров. Самые оптимальные это 15 миллиметров. Вот как у меня. И вот 10-20 витков витой пары. Причем витую пару предварительно перед тем, как накручивать на сам феррит. Желательно еще подзакрутить. Чтобы витки были в самой витой паре как можно плотнее. И уже в таком виде использовать. Конечно, можно использовать и другие варианты. Есть куча вторичных блоков питания, где есть шеобразные фильтры. Но надо сразу учитывать, что они рассчитаны на 220 вольт. Поэтому имеют относительно тонкий провод. И при вот такой схеме подключения будет здесь падение где-то от полувольта до вольта. То есть, если у вас блок питания 12 вольт, то здесь вы получите где-то 11,5 вольт. И это уже немножко может помешать работе микросхемы. То есть, желательно все-таки сюда давать не меньше 12. А так, пожалуйста, можете любые другие фильтры ставить. Но желательно именно такого варианта. То есть, вот одна катушка, вторая катушка. И как витая пара, ну или как я уже сказал, со вторичных источников входные фильтры брать. Здесь обязательно ставить надо конденсатор как минимум обычный. На 0,1, 0,047, 0,2, 0,22, 0,33 и так далее. Электролитик сюда можно поставить, если у вас длинная цепь идет. Здесь тоже на выходе обязательно ставим электролит. И обычный конденсатор. Вот эта связочка, парочка, они всегда обязательно должны ставить после фильтра. Причем, имейте в виду, что вот эта земля, например, которая может быть минусом, где-то у вас внешняя земля, ни в коем случае не должна соединяться с этой землей. Иначе вы нарушите систему фильтра. И толку от него не будет. Емкость вот эта C5 желательно от 470 микрофарад до 2200. Но оптимально является около 1000. Меньше 470 не советую, так как микросхема может выйти из режима нам необходимого. И вообще будут сильные гармоники здесь. Значит, вот по обратной связи, вот этот вот конденсатор 0,1. Значит, он может быть и 0,01, и 0,1, и 0,22. Вот здесь этот токовый резистор 1,5 Ом. Он идет в обратную связь, и уже отсюда снимается, съем идет, вот это пошло на катушку, или что вы сюда подсоединяете. А вот эта обратная связь уже пошла через конденсатор. Для самовозбуждения. Вот эта цепь самовозбуждения. Но именно вот эта вот связочка, она предназначена для того, чтобы сама микросхема, точнее усилитель, не просто самовозбудился, а именно принимал ту частоту, которая имеет вот этот вот своеобразный конденсатор катушка. Поэтому он не должен возбуждаться при неподключенной вот здесь нагрузке. Далее, здесь вот шестой выход. Соответственно, прямо идет на конденсатор катушку. И здесь, как я уже сказал, седьмая, это у нас земля, точнее прямо с земли. Вот токовый резистор на 1,5 Ом. И поступает на вторую обкладку. Дальше, теперь рассмотрим схему обратной связи. Точнее, стабилизации режима работы. Здесь тоже емкость может быть и 0,01, и 0,00. То есть и меньше, и больше. Особого значения это не имеет. Главное, чтобы вы не ставили сюда электролит. Вот это вот. Так как это у нас выход генератора усилителя. Соответственно, здесь у нас достаточно высокая мощность. И в разных случаях, вот как, например, у Валентина Дандорфа, были возможности, то есть подключения одного тора и, например, другого тора. Которые имели, естественно, одинаковую частоту резонанса. Потому что здесь вот это вот у нас с обратной связью. Она законодатель частоты в итоге. А вот отсюда с восьмого и отсюда общего мы можем сменять на вторую катушку. Собственно, торы будут работать в паре. А так как тут через раздрительный конденсатор идет обратная связь по переменке. Полупривод снимается с диода. Этот светодиод через резистор указывает наличие генерации. В принципе, сам светодиод может быть любым индикаторным. Резистор ограничивает вещи от 1 до 2 кОм. Диод D1 используется любой маломощный. С рабочей частотой не менее 1 МГц. Я указал 522А, самый распространенный. Чисто работает в режиме упрямления. Так что значения особого не имеет. Конденсатор C3 используется для сглаживания этого полупериода. Емкость в пределах от 0,22 до 0,68. Р8 подстроечный регулирует чувствительность режима работы. Может быть от 5,1 кОм до 15. Р5 чисто ограничивающий. Может быть от 2,2 кОм до 10. Соответственно, поливик был выбран КП-501А. Но в принципе, вообще можно вот эту всю обратную связь переделать по-другому. Но лично мне схема работает стабильно, нормально. Это не было желания как-то тут что-то перекручивать. Соответственно, был выбран этот транзистор. Они стоят копейки. Вроде бы как в совке они имеются. Поэтому проблем не вижу. Дальше. Работает он как аналоговый ключ. То есть больше-меньше. В зависимости от того, что здесь у нас поступает. Вот этот вот резистор подстроечный, как потенциометр. Он нам подсаживает вот эту обратную связь. Ну и здесь ограничительный резистор, чтобы не коротить нам полностью это все. Хотя, в принципе, можно тоже его убирать. Дальше. И вот это вот хитрый конденсатор. Для чего дополнительный. Как видите, я тут обозначил микросхема и вторая и четвертая нога. Очень желательно, очень желательно, чтобы вот прямо на эту микросхему, прямо вот на ней, как на плате есть, прямо к ножкам, брали керамический, например, конденсатор 0,1 микрофарад. Может быть и 0,047, и 0,15, там где-то так. Но не слишком большой, потому что тут и так места мало. И вот на вторую и четвертую ногу с укороченными выводами прямо садился сюда. Для того, чтобы эта микросхема работала как максимально стабильно. Потому что вот этого всего может быть оказаться недостаточно. Если у вас, например, прямо отсюда будут немножко задлинные проводники, провода или что там будет. По-любому сюда желательно поставить конденсатор. Вот такой вот. И, кстати, в Дэновских я категорично просто рекомендую. В Дэновских обязательно ставит вот сюда эту емкость. Почему? Потому что здесь хоть 12 вольт, и вообще потребление у него всего где-то 0,1-0,15 ампера. То есть всего 150 миллиампер. А в Дэновских там потребление у него напряжения ниже, от 3-5 вольт работает уже. Я считаю, это достаточно такое достоинство, как бы, той схемы. Но из-за этого у него повышенная мощность, потребляет у него где-то 0,4-0,6 ампера микросхемы. И вот здесь вот, так как у него тоже... Я потом разберу его как-нибудь, его схему для публики. Пускай в очередной раз на меня пообижается. Он обиделся же на меня как-то за то, что я на него генератор немножко неправильно рассказал. Так, это все ладно. Вот такая у нас схема получается. Это полноценная, хорошая схема. Нормальная, проверенная многими производителями. И, соответственно, мною. Ну и доработанная, зализанная, как надо. Да, вот про этот резистор я не сказал толком. 1,5 Ом, это самый оптимальный вариант. Значит, от 1 до 2 Ом можно сюда вешать. Но могут возникнуть с этой обратной связи проблемы некоторые. То есть, не дорегулировать. Поэтому самое оптимальное является 1,5 Ома. Здесь тоже вот 510 Ом. Оно может быть и 430, и 560 в этих пределах. Да, вот про этот я еще не сказал. 470, то есть, его можно от 470 до килоома где-то вот здесь ставить. Здесь, соответственно, просто чисто для предохранения, чтобы не коротить полевик. То есть, можно или вообще не ставить, или хотя бы 100, 200, там 330 Ом и так далее. Но 300 уже будет, наверное, многовато. Про этот сказал, этот сказал. Вроде все сказал. Вот. Эта схема все должно полноценно. То есть, если вы правильно собрали, она сразу заработает. Как вот это регулировать, подстраивать, это я уже в другом выпуске буду. Когда вам расскажу и покажу, как на этой универсальной печатной плате развести вот это все хозяйство. Значит, вторая схемка. Ну, это уж совсем простая. Она вот без этой обратной связи, которой регулировка идет автоматическая. Без автоматической регулировки. Здесь чисто обратная связь для возбуждения. Здесь все остается так, как есть, как я говорил. Вот здесь уже и резистор не висит на пятой ноге. И обратная связь вот через этих полтора Ома уже идет через вот этот подстроечный резистор и этот подстроечный. Это регулирует чувствительность обратной связи, а этот амплитуду его занижает. На входе вот этого усилителя. Вот эти две регулировки, они необходимы и так, и так. Все то же самое, тоже дополнительный. Так что это простейшая схема. Но сразу говорю, она будет работать менее стабильно, чем та. И будет чувствительна к различным подключенным торам, плоским и так далее. И еще. Вот и та, и эта схема, они вряд ли будут работать. С плохими катушками. То есть, если у вас каким-то, например, торт намотан витой парой, какой-то левой или вообще непонятным проводом, то вероятнее всего, что вы его и не запустите. Ни ту схемы, ни эту. То есть, эти схемы работают на более-менее приличных катушках. Так что, имейте ввиду. Можете сразу ее определять. Раз у вас не заводится, значит проблема в катушках. Вот на сегодня это все. По крайней мере, достаточно для вас. Если что, можете задать пока вопросы. Значит, через пару дней я где-то по самой плате скажу, как там располагать элементы. Просто разложу вам полностью вот эту всю схему на эту универсальную плату. И вы можете просто взять и собрать как есть. Это через пару дней. Соответственно, вы за пару дней можете мне задавать какие-то вопросы вот по автогенератору. И, соответственно, я там дополню нужные необходимые данные. Все. А пока. До свидания. И будьте здоровы.